Итак, следующий вопрос. Почему нет могилы её светлости Фатимы Захры? Итак, по поводу того, почему нет могилы её светлости Фатимы Захры? Начнём с того, что, конечно же, могила есть. Наверное, речь идёт о том, что местоположение этой могилы неизвестно. подозреваю, что речь идёт именно об этом. Дело в том, что после смерти его святого посланника Аллаха салаллаху алейхи и алейхи и салям, права семейства посланника Аллаха салаллаху алейхи и алейхи и салям, права Алибн Абиталиба были попраны мусульманами и некоторыми сподвижниками. У них отняли их право, их божественное право, право, дарованное Богом. И это право, право вилаята, право правления, оно было не им нужно, оно было нужно нам, мусульманам, нам, верующим, нам, последователям посланника Аллаха салаллаху алейхи и алейхи и салям. Это необходимо понимать. И право Алибейт нужно рассматривать именно с этой точки зрения, что правление Алибн Абиталиба принесло бы пользу именно нам, а не самому Алибн Абиталиб алейхи и салям. Именно нам, мусульману, мусульманскому обществу, умми посланник Аллаха салаллаху алейхи и алейхи и салям. Поэтому, когда мы говорим про ахлибейт, когда говорим про права Алии алейхи и саляма, мы говорим о тех правах, которые были божественными, были дарованы Богом для того, чтобы наставить человечество, для того, чтобы принести пользу мусульманам и человечеству. Так вот, после кончины его святлости посланник Аллаха, у них и отняли эти права, угнетали, и в связи с этим её святлость Фатми Загра, когда уходила из жизни, она завещала своему супругу, его святлость Алибнави Талиб, чтобы он похоронил её ночью и тайно, и никого не позвал из числа тех, кто угнетали Алибейт, отняли у них их права и их последователей. То есть завещание её святлости Фатми Загра заключалось в том, чтобы не те, кто их угнетали, не те, кто попрали их права, и не те, кто последовали и были солидарны с теми, кто попрали их права. поправшие права и их последователи, поправшие права и солидарны с ним, чтобы они не знали о том, где находится её могила. Могила — единственной памяти от посланника Аллаха, единственной дочери, непорочной дочери посланника Аллаха, которая является частичкой его святлости посланника Аллаха, могила величайшего и выдающегося из людей, из умы посланника Аллаха, нам неизвестно, почему её святлость Фатми Загра подобное завещание оставила. Как протест против этого угнетения, как протест против этого учения, которое позволяло, которое дозволяло отворачиваться от приказов Всевышнего, от важнейших положений Священного Корана, коим является вилаят, коим является имамат. То есть это завещание её святлости Фатми Загры, саламула алига, было протестом. И этот протест продлится вплоть до пришествия его святлости Имама Махди, азаллах фараджаху шариф, когда власть перейдёт в руки тех, кому она принадлежит, и тогда человечество узнает местоположение могилы её святлости Фатми Загры, саламула алига. А до сих пор в качестве протеста эта могила будет оставаться в тайне, ибо его святлость Алибин Абиталия, азаллах фараджаху шариф, никого из своих противников и солидарных с ними, и их последователей не позвал на похороны и не сообщил им о том, где она похоронена. Поэтому, кроме непорочных, никто не знает, где похоронена её святлость Фатми Загра, саламула алига, и этот секрет останется вплоть до пришествия его святлости Имама Махди, азаллаху фараджаху шариф, когда Алибин Алибин, азаллаху саламула вернут себе свои божественные права. В качестве того, что её светлость Фатми Загра, саламула алига, протестовала против этих угнетателей, мы можем привести предание для тех, кто сомневается, для тех, кто нуждается в этих доводах, можем привести хадисы из Сахиха-ль-Бухари. Это книга военных походов и глава, посвящённая военному походу на Хейбар, где приводится предание от Аиши, что она сказала «фаваджедат Фатима аля аби-бакир», когда она потребовала у Абу-Бакра свои права, и Абу-Бакр отказался отдавать ей её права, права Ахль-Бейт, то она обиделась, разгневалась на Абу-Бакра, говорит Аиша, «фахаджаратху» и сделала хиджру от него, то есть она обиделась на него, «фалам тукаллимху хаттату вуфият» и не разговаривала с Абу-Бакром до тех пор, пока не ушла из этой жизни. «И после посланника Аллаха она жила шесть месяцев, фаламма тувуфият да фанаха зауджуха алиюн лейлян ва лам юудин биха аба-бакир ва салла алейха». И что, когда она умерла, её супруг похоронил её ночью и не сообщил Абу-Бакру о том, что она умерла, что она похоронена, и сам прочитал над ней молитву. Поэтому жизнь, её светлости, Фатимизахри саламу ла алейха, после кончины его светлости посланника Аллаха салаллаху алейхи ва алейхи ва алейхи ва салям была протестом. И её смерть, также её захоронение, также является протестом. Протестом, который является светилой для всего человечества, для всего мусульманского мира, который освещает путь всему мусульманскому миру, показывая, где истина, где истинный ислам. Продолжение следует... Продолжение следует...